Привет, Нелпер! В этом видео мы с тобой разберем детально, что такое техника реимпринтинг. Да, это видео будет долгое, да, это видео будет нудное, но просмотрев его от начала и до конца, ты сможешь детально разобраться в этой технике. Все дело в том, что у многих Нелперов техника реимпринтинга и техника изменения личностной истории, они как бы сливаются в одну и они не могут даже понять отличия. И в этом видео ты разберешься в том числе, в чем здесь отличия, а они очень сильно кардинальны. Итак, с места в карьер. Дело в том, что техника изменения личностной истории, она работает с более поздним возрастом. Да, мы там ставим якорь и находим какие-то повторяющиеся события, но мы в технике изменения личностной истории можем далеко не уходить глубоко в детство. А техника реимпринтинга, она и сразу подразумевает, что мы здесь будем работать с детством. Сейчас ты поймешь почему. Для того, чтобы эффективно проработать с техникой реимпринтинга, нужно в первую очередь знать, что такое импринт и как он образовывается. Дальше желательно знать, что такое цепочка конденсированного опыта. И очень важно знать, из чего вообще складывается психотравма, точнее структура психотравмы. Сейчас мы разберемся с этими тремя понятиями. Итак, что такое импринтинг или импринт? Импринтинг это такой способ научения. Он есть как у человека, он есть так и у животных. Ученый Конрад Лоренц проводил очень много исследований и наблюдений за животными. И выявил, что у животных есть определенный период жизни. Начинается он от рождения, если ребенок, ребенок, если детеныш животного рождается от матери, либо если он вылупляется, допустим, из яйца, как утка или любая другая птица, то есть какой-то определенный период в его жизни, когда у него происходит запечатление. Импринтинг это способ обучения, когда у детеныша, и у человека, и у животного происходит научение мгновенное с первого раза. То есть это такой физиологический процесс. Конрад Лоренц заметил, что он наблюдал за утятами и он заметил вот такую интересную вещь. Если утенок вылупляется из яйца, и если он первым делом видит человека, то есть любой движущийся предмет, который он увидел после того, как он открыл свои глаза, увидел этот белый свет, он его запечатляет и начинает считать его своим родителем, как маму. И в дальнейшем он этот движущийся предмет идентифицирует как материнскую особу. И даже если ты погуглишь информацию в интернете, то есть такая фотография, где Конрад Лоренц, а за ним стая утят. То есть он за ними наблюдал, он наблюдал, как они вылупляются, он был, соответственно, первым движущимся объектом, и, соответственно, они его воспринимали как маму. Он проводил много интересных экспериментов, и даже некоторым утятам не очень повезло, и он бросал шарик от пинг-понга, который катился в тот момент, когда они вылуплялись. И он заметил, что в дальнейшем эти утята воспринимали шарик от пинг-понга как маму. То есть они за ним ходили, они за ним бегали, они обращались к нему, когда им плохо и так далее, и так далее, и так далее. Почему я все это рассказываю? Это очень важный момент. Дело в том, что нечто подобное происходит и с человеком. Но если эксперименты над животными у нас разрешены, и ученые много изучали животных, и определили, что у каких-то видов животных период импринтинга длится первые сутки. Определили, что у каких-то видов животных он длится полгода, например, как у шимпанзе. А у человека тоже есть подобный механизм, тоже есть период импринтинга. Но здесь мнения ученых разделились. И на самом деле никто тебе на сегодняшний день не может точно сказать, когда точно заканчивается период импринтинга. Но все ученые могут сказать, что он есть у человека. Принято считать, что он где-то длится лет до 6-7. Самые острые такие фазы, когда запечатление может происходить, это от 0 до 3 лет. Это про импринтинг. То есть здесь в эти моменты происходит очень важное событие в жизни человека. Он как бы открыт и он готов запечатлять реакции. И эти реакции запечатляются у нас на всю жизнь. Как раз таки техника реимпринтинга работает с тем, чтобы мы взяли, скажем так, непозитивные импринты, психотравматические импринты, и смогли их переписать и начать жить другую жизнь. Сейчас я буду разбирать все на кейсах, все пошагово, все детально, прям как ты любишь. Второе понятие, которое мы должны разобрать, это цепочка. Системы сконденсированного опыта. Что это значит? Это очень простое понятие, схематично. То есть есть какой-то центральный инцидент. У человека в период импринтинга случилось какое-то событие непозитивное, психотравматическое. И потом, в дальнейшем, на протяжении всей жизни, у него начинают случаться похожие события, которые уже называются сопутствующий опыт. И то есть они как будто пронизаны одной и той же нитью. Это не самые позитивные могут быть моменты, хотя позитивные тоже. Мы здесь не делим. И когда мы работаем в терапии с техникой реимпринтинг, мы, конечно же, делаем то, чтобы изменить что-то нересурсное. Потому что не все импринты бывают психотравматическими. А теперь давай детально разберем, из чего вообще складывается психотравма. Психотравма складывается из семи компонентов. Первый компонент это активное психофизическое состояние. Это то, что происходит с нашими внутренними органами. Учащенное сердцебиение. Это может быть напряжение. Это может быть даже расстройство желудочно-кишечного тракта. То есть, какие-то внутренние изменения в нашем организме, которые происходят в момент, когда происходит психотравма. Второй компонент психотравмы это паттерны мышечного напряжения. То есть, когда с нами происходит что-то нехорошее, наше тело, именно уже мышцы наши, не наши внутренние органы, а наши мышцы, они каким-то образом на это реагируют. Это может быть напряжение, это может быть озноб, это может быть даже какая-то дрожь. То есть, в психотравме есть такой вот физический компонент. И третий компонент, который касается нашего тела, есть определенный паттерн дыхания. Здесь может наблюдаться задержка дыхания, может быть нехватка кислорода, удушье. Вот эти три паттерна, они относятся к нашему телу. Я их вот так прям и обозначу. Это то, что касается тела. А дальше у психотравмы есть еще и ментальный компонент. Что это значит? Это то, что уже связано с нашими интерпретациями того опыта, который с нами происходил, или того опыта, который с нами происходит. Следующий компонент это фрустрация. Что такое фрустрация? Фрустрация происходит с человеком, когда он блокирует какие-то свои истинные потребности. Ну например, на тебя там нападают трое, ты хочешь им всем дать сдачи, но ты понимаешь, что численное преимущество, и ты блокируешь, ты не начинаешь махать кулаками. Или если на тебя давит какой-то очень авторитетный человек, и ты в этот момент хочешь послать его к чертовой бабушке, но ты подавляешь в себе вот это свое желание, потому что понимаешь, что будет хуже. Это тоже компонент психотравмы. Следующий компонент это содержание эмоционального состояния. Это как раз те неприятные эмоции, которые ты испытываешь в тот момент, когда с тобой происходит психотравма. Это значит, что ты можешь испытывать страх, вину, злость, агрессию. Это эмоции и чувства. Следующий компонент это образное пространство. Образное пространство, как оно влияет на психотравму. Ну допустим, маленького человека, ребенка загнали трое других ребят в угол, и там, не знаю, над ним надругались, его побили и так далее, и так далее, и так далее. Здесь образным пространством для него будет угол. То есть он во взрослой жизни уже будет остерегаться углов, и если вдруг он будет оказываться, ну например, в ресторане сидит, где ему предлагают сесть в угол, он в этот угол сядет, и он будет чувствовать себя очень некомфортно, как в той далекой детской ситуации. То есть образное пространство имеет место быть. И следующее это ментальный компонент. Ментальный компонент заключается в том, что человек делает какой-то определенный вывод о себе, нересурсный. Например, я ни на что не способен, я вообще плохой человек, ну и так далее. То есть вот когда все эти компоненты складываются, у человека происходит психотравма. И очень часто психотравма случается с человеком в импринтинговом возрасте. Вот если психотравма с человеком случилась в тот момент, когда он еще находился в импринтинговом возрасте, это возраст от 0 до 6 лет, точно можешь брать это на вооружение, то эта психотравма будет определять ключевую роль вообще в его жизни. Он будет в аналогичных ситуациях испытывать аналогичные ощущения и будет реагировать соответствующим образом. Например, кто-то что-то скажет, он начнет испытывать какую-то неприятную эмоцию. И для всех окружающих это вроде как ничего, это просто там какая-то смешная шутка, но для него будет это очень больно, для него это будет очень важно. Либо, как я уже говорил, пример там, если у него в детстве была импринтинговая ситуация, где его зажали в угол, то в дальнейшем в углах он начнет себя чувствовать некомфортно. Либо, если в какой-то момент времени ему нужно что-то сказать другому человеку, а он себя блокирует, то у него всплывают сразу такие как будто бы прописанные реакции на эту ситуацию, хотя эта ситуация может в корне отличаться от того, что с ним происходило в детстве. Но он будет выбирать неэффективную стратегию действия и тем самым будет сам не понимать, что происходит. Но мы идем дальше, разбираемся детально. Вот сейчас буду очень детально прямо на кейсе, на рабочем кейсе моего клиента рассказывать, как же сделать этот реимпринтинг. Точнее, по-другому сказать, переписать вот эту психотравму. Итак, техника реимпринтинга состоит из 10, условно говоря, шагов. Но на самом деле здесь шагов может быть как меньше, так и больше. Как правило, больше, потому что здесь она такая, знаешь, непредсказуемая. Потому что здесь, когда мы найдем этот импринт, мы найдем очень много вещей, которые придется там в этом импринте проработать. Поэтому техника большая, громадкая, комбинированная. И давай разбираться сразу по шагам. Первое, что нужно сделать? Идентифицировать проблему. Спросить у человека, что тебя не устраивает. Что ты хочешь изменить. Что происходит. И обычно техника реимпринтинга подходит, когда человек приходит с таким вопросом и говорит, я вот так себя постоянно веду и не знаю, почему я себя так веду. То есть я мог бы себя вести по-другому, но веду себя постоянно вот так. Это ключевой такой признак, что тебе придется применить технику реимпринтинга. Следующий шаг, это как и в технике изменения личностного истории, нам нужно попросить человека воспроизвести это нересурсное состояние и поставить ему на это состояние якорь. Дальше мы вводим такое понятие, как линию времени. Можно ее делать в пространстве, можно просто ее представлять. Но я рекомендую все-таки делать в пространстве. Когда мы удерживаем якорем это нересурсное состояние, мы просим человека вспоминать, когда он испытывал похожие ощущения раньше. И он начинает находить одну ситуацию, вторую ситуацию, третью ситуацию. И здесь мы уходим до глубокого детства. Вот здесь у нас уже будет импринт. Обычно 3-4-5 ситуаций хватает, чтобы докопаться до самого-самого первого. Там, где и произошло это запечатление. Напоминаю, что реимпринтинг это повторное запечатление. То есть мы, человека нашего, погружаем в эту ситуацию и помогаем ее как бы перезаписать, помогаем эту ситуацию наделить новыми ресурсами, чтобы у него вот это новое состояние, новое запечатление помогло ему двигаться дальше. Третий шаг я уже по большому счету сказал. Да, мы здесь находим контексты, мы здесь находим те ситуации, в которых он чувствовал и вел себя похожим образом. Четвертым шагом мы выводим нашего клиента в метапозицию. Метапозиция это когда человек может смотреть на данную ситуацию со стороны. Дальше мы помогаем человеку найти ресурсы. Если вот ты смотришь мой канал, то здесь все очень похоже, точно так же как и в личностной истории. Но здесь начинается но. Когда мы находим все-таки импринт, то есть по большому счету NLP практик до четвертого шага, даже до пятого шага, он делает одинаковые вещи. Она вот очень похожа на изменение личностной истории. А когда мы добрались до импринта, здесь уже в импринте мы вносим ресурсы не только самому нашему клиенту. Как правило в импринтах, в импринтинговых ситуациях у человека есть еще кто-то. Как правило это родители, как правило это какие-то значимые фигуры в его прошлом, в его детстве можно сказать. И там нужно добавлять еще другие ресурсы и людям, которые там присутствуют. Мы ищем ресурсы для себя. Дальше мы ищем и находим ресурсы для всех участников этой ситуации. Дальше мы предлагаем перенести все ресурсы этим людям. И в дальнейшем мы ассоциируемся с опытом, спрашиваем у клиента, все ли ему хватает, все ли хорошо и можем ли мы идти дальше. Ну и дальше мы привносим ресурсы уже во все найденные контексты и подстраиваемся к будущему. А теперь более подробно, теперь более детально. Разбираем на кейсе. Обращается девушка, 36 лет. Запрос вот такой. Всегда, когда речь стоит о развитии, я бросаю любое начинание. Это происходит и в личной жизни, и в работе, и во всех сферах жизни. Окей, начинаем работать. Что мы делаем сразу? Когда она об этом рассказывает, соответственно, конечно же, она погружается в эти ощущения. Первый шаг пройден. Что делаем дальше? Заикарили это состояние. Дальше задаем вопрос. Когда в последний раз у вас подобное происходило? Она отвечает. 36 лет. Я отмечаю у себя в конспекте. 36 лет. Что здесь произошло? Мужчина предложил мне выйти за него замуж. Мы с ним долго встречались, а я отказала. И он уже начал встречаться с другой женщиной. Потому что я не могла объяснить причины отказа. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все новые начинания она бросает. Не очень-то сладкая история. И на самом деле, вы удивитесь, от чего это все происходило. Смотри. Я продолжаю удерживать якорь. И прошу ее вспомнить. Когда еще в твоей жизни ты испытывала подобные ощущения? Ты вела себя подобным образом? Хорошо. Она отвечает. 30 лет. Предложили возглавить отдел. А я взяла и уволилась. Сама не знаю почему. Предложили более интересную творческую работу в 30 лет. А я взяла и уволилась. Не знаю почему. Мы эти контексты не разбираем. Я дальше продолжаю удерживать якорь. Спрашиваю. Когда еще? Давай двигаться по линии времени назад. Прошлое. И вспоминать. Когда еще в жизни ты испытывала нечто подобное? С такими же ощущениями. С такими же решениями. Окей. 17 лет могла поступить в Академию искусств. Но пошла учиться на юриста. То есть было намерение, была цель. Она саботировала эту цель. Хотя хотела. А ведь пошла учиться туда, куда не хотела. 17 лет. Окей. Здесь я тоже делаю пометочку у себя на линии времени. Дальше продолжаем разбираться. Напоминаю, что здесь мы удерживаем якорь. Спрашиваю дальше. Вспомни периодом раньше какую-то яркую ситуацию, когда ты вела себя похожим образом. Где у тебя были похожие ощущения. И ты возможно не могла объяснить, почему ты так поступаешь. 12 лет. Была возможность поехать в Италию на все лето. В семью по обмену. Но туда брали самых лучших учеников. А я была как раз одной из самых лучших. Но я, когда об этом узнала, начала сознательно плохо учиться. Стала плохие получать оценки. И меня не взяли. Я потом все лето грустила от этого. Самой не знаю, почему я так поступила. Потому что могла. Окей. Здесь помечаем. Окей. 12 лет. Продолжаем удерживать якорь. Удерживаем якорь. И спрашиваем. Вспомни, пожалуйста, когда еще в твоей жизни ты испытывала такие ощущения. И здесь очень важный момент. За счет того, что мы удерживаем якорь на это состояние. За счет того, что мы помогаем человеку погрузиться в легкий транс. Здесь идет поиск этих событий. Очень часто вот этот психотравматический импринт, он является вытесненным. То есть человек, амнизированным можно так сказать. То есть человек его вроде как не помнит. Вот как в случае с этой девушкой была подобная ситуация. Она не помнила этой истории. Точнее, она вроде как ее помнила, но она ее сознательно уже давно забыла. Дальше продолжаю удерживать якорь. Вспоминаем, вспоминаем. Было ли что-то подобное. Кстати, вот на этом моменте она уже стала говорить, что я ничего не помню. Но я продолжал просто помогать ей двигаться по линии жизни назад в прошлое. Удерживать этот якорь. Здесь очень важно, чтобы был хороший рапорт между тобой и твоим клиентом. И вдруг инсайт. Она вспоминает. Она вспоминает вот какой случай. Когда мне было 5 лет, бабушка и мама оставили меня дома и сказали заняться чем-нибудь полезным, сделать что-нибудь красивое. У меня были краски, у меня был стол, где я рисовала. И я начала рисовать картину. Я рисовала, рисовала картину и так увлеклась этим рисованием, что немножко зашла на стол. А когда увидела, что я зашла на стол, я поняла, что и на столе тоже можно рисовать. И тогда я разукрасила весь стол. Когда я закончила разукрашивать стол, мне стало еще интереснее. И я стала разукрашивать подоконник, я стала разукрашивать дверь, я стала разукрашивать холодильник. Потому что на белом же классно рисовать. И в итоге я расписала все, что могла расписать Белая в нашей квартире. Соответственно, когда вернулись бабушка с мамой, они устроили девочке какой-то нереальный скандал. Напоминаю, что девочке 5 лет. И мама с бабушкой сказали ей сделать что-нибудь красивое. И вот она сделала все, что могла. Она сделала красивое. Смотри, дорогой друг. Здесь есть фигура мама. Здесь есть фигура бабушка. И здесь есть фигура самой этой девушки. Назовем ее Настя. Надеюсь, что если ты смотришь это видео, ты не сильно расстроишься, потому что я изменил твое имя. Окей. Что здесь происходит? Здесь происходит, что мама с бабушкой возвращаются. И вместо того, чтобы похвалить ребенка, что он сделал то, что его просили, они просто этого разносят ребенка в пух и прах. Начинают ему говорить, что, во-первых, ей дают по жопе. Во-вторых, ей начинают говорить, что она испортила все, что они заработали, все, ради чего они старались. И так далее, и так далее, и так далее. В этот момент девушка начинает испытывать все то, что я описал тебе, мой дорогой друг, в структуре психотравмы. Активное психофизическое состояние. Начинает колотиться резко сердце. Начинает болеть живот. Потому что она не ожидала, что ее взрослые так сильно агрессивно на нее среагируют. Мышечное напряжение. Тело все сжатое. Легкая дрожь. Дыхание. Дыхание прерывистое. Замирание дыхания. Дальше. Фрустрация. В этот момент ей хотелось, конечно же, им сказать, вы не правы. Я хотела лишь только сделать, как вы меня просили. Я хотела сделать, создать что-то красивое. Здесь идет подавление. Дальше. Содержание эмоционального состояния. Страх, чувство вины. Дальше. Образное пространство. Квартира с невысоким потолком, с большим окном. Дальше. Ментальный компонент. Девушка делает вывод. Маленькая та девочка делает вывод. Я плохая. Я ни на что не способна. Мне нельзя ничего делать. Делает вывод о себе. Потому что получает такую большую возбучку. Обычно, мой дорогой друг Энелпер, техника реимпринтинга, она может сопровождаться, когда мы нашли на самом деле этот психотравматический импринт, она сопровождается таким серьезным переживанием. Там клиент может и расплакаться, тебе нужно быть к этому готовым. Но что мы имеем? Мы имеем ситуацию, где есть три участника. Когда она вспомнила и описала эту ситуацию, уже я попросил ее выйти в метапозицию и глядя на себя маленькую, свое юное я, глядя на себя со стороны, рассказывать об этой всей ситуации. То есть психотравмы налицо. Все пазлы сложились. И наша задача сейчас, проводя ей реимпринтинг, помочь перезаписать, перепроиграть эту всю историю, таким образом, чтобы она не давала этого ужасного отпечатка во всей ее жизни. Как здесь она, ей предложили замуж, ей предложили что-то хорошее, человек, которого она любит, доверяет, но она почему-то отказалась. Почему? Потому что здесь сложился вот такой паттерн. Если меня просят сделать что-то классное, хорошее и красивое, то потом меня за это просто уничтожат морально. И потом это начало происходить во всей жизни. Понимаешь, да? То есть вот здесь как раз-таки и идет эта цепочка с конденсированного опыта. Система конденсированного опыта. И наша задача, вот когда мы работаем с импринтом, мы прорабатываем ядро этой цепочки. Когда мы проработали ядро этой цепочки, то вот этим бусинкам нет возможности для существования. Но мы идем дальше. И вот здесь как раз-таки, когда мы уже нашли импринт, когда мы перевели нашего клиента в метапозицию, здесь мы уже можем применить все другие НЛП техники, которые мы знаем. Первое, что мы делаем, мы просим эту девочку маленькую, чтобы она нашла ресурсы. Каких ресурсов не хватало именно ей, чтобы спокойно пережить вот эту ситуацию. Здесь мы ищем ресурсы. Она начинает из метапозиции. Диссоциировано она смотрит на себя со стороны. Диссоциировано начинает искать ресурсы. А мы, как продвинутые НЛП практики и специалисты, ищем, когда она действительно находит тот ресурс и вводим ее в этот... Точнее, она входит в этот ресурс, и мы якорим это ресурсное состояние. Спрашиваем, достаточно ли ей этого ресурса, чтобы она пережила это все. Она говорит, да, мне достаточно. Тогда мы запоминаем, где мы поставили этот хороший, позитивный якорь ресурсный. Что мы делаем дальше? Вот как раз-таки начинается ключевое отличие от техники изменения личностной истории. Здесь мы уже, как бы, в этой ситуации, в этом всем импринте, мы внутри, можно сказать, прорабатываем технику три позиции восприятия. То есть мы, глядя со стороны, наш клиент, глядя со стороны, он пробует ассоциироваться с бабушкой, если вот в контексте этой истории, ассоциироваться с мамой, понять позитивное намерение этих людей. Метапозиция является здесь третьей позицией, соответственно, когда она ассоциируется с бабушкой, она входит во вторую позицию. Понять, каких ресурсов необходимо было бы добавить всем участникам. Как правило, эти участники являются взрослыми. Здесь она начинает понимать, что бабушке необходимо было бы добавить мудрости и любви. Маме она считает, что было бы необходимо добавить тоже мудрости, любви, понимания, какой-то отзывчивости. И здесь еще клиент может начать фантазировать, и он может, как бы, применить какие-то метафоры ресурсов. Послать какой-то поток, может быть, просто какой-то, не знаю, оберег, что-то еще. Для каждого из этих участников. Те ресурсы, которые бы были необходимы для того, чтобы вот этот юный человек прожил эту ситуацию спокойно, чтобы у него не было вот этой психотравмы. Что мы делаем дальше? Дальше она находит ресурсы из метапозиции и как бы наделяет. Она передает. Передает бабушке ресурсы, передает маме ресурсы. Перед этим она уже передала себе ресурсы. Когда мы поняли, что мы уже максимально набрали тех ресурсов, которые возможно только найти в этой ситуации, мы просим человека снова ассоциироваться с этим опытом и посмотреть на этот опыт, как если бы он был уже наделен этими всеми ресурсами. И здесь очень важный триггер. Если ты помогаешь своему клиенту ассоциироваться уже в той ситуации и он себя чувствует спокойно и говорит тебе, что о да, вот если бы мы привнесли вот эти ресурсы и все хорошо, и он себя уже чувствует хорошо, здесь тебе очень важно, как NLP практику, прокалибровать, прокалибровать, как себя реально чувствует клиент. Если ты видишь, что он реально себя чувствует хорошо в этой ситуации, ассоциирован, смотрит на бабушку, смотрит на маму, понимает, что у нее хватает ресурсов и у бабушки, и у мамы, все хорошо, тогда мы проводим нашего клиента по всем контекстам уже вперед. И если мы здесь в самом импринтинговом опыте провели хорошую такую перезапись, то есть если мы его хорошо погрузили и снабдили всеми ресурсами, то как правило клиент очень быстро проходит все эти точки и доходит до точки настоящее время. И потом мы строим, делаем подстройку под будущее. Предлагаем нашему клиенту представить ситуацию, где бы он мог потенциально столкнуться с нежелательным поведением. И если он говорит, что все, я теперь уже понимаю, что я буду действовать совершенно по-другому, то значит техника выполнена успешно. И ты можешь поздравить себя, можешь поздравить своего клиента. Подстройка к будущему здесь обязательно. напиши в комментариях, насколько ли было тебе понятно, как это делается. То есть ключевое отличие от изменения личностной истории, что здесь мы находим импринт, который как правило лежит в возрасте от 0 до 6 лет. И там какая-то будет такая ситуация, где образовалась психотравма. И эта психотравма, она как бы начинает единой нитью прослеживаться через всю жизнь. Сейчас я расскажу тебе еще один кейс. Я думаю, что тебе тоже будет это интересно и полезно. Тоже кейс по работе с техникой реимпринтинг. Мужчина, 42 года. Запрос следующий. Когда надо принимать решение, я знаю правильное решение. Но что-то внутри меня не позволяет мне это сделать. Я тяну до последнего, а потом разгребаю последствия. Окей. Заикарили это состояние. Спрашиваю у клиента. Когда с тобой было похожее в последний раз? Медленно движемся по линии времени назад. Движемся. И он говорит, 38 лет. Я мог уволить неэффективного сотрудника, который создает проблемы в бизнесе. Но я тянул до последнего. и я мог избежать потерь. Но я так не хотел приступать к этой задаче. Я так не хотел увольнять этого сотрудника, что теперь мне приходится платить огромные штрафы именно из-за этого сотрудника. Но я точно знал, что такое может произойти. Но почему-то этого не делал. Окей. Продолжаем удерживать якорь. Спрашиваем. Когда ты еще испытывал подобное? Он говорит. 29 лет. Я мог вовремя вылечить зубы. Но я тянул до последнего. Не обращался к стоматологу уже до тех пор, пока у меня почти вся челюсть не раскрошилась. Потом мне пришлось делать очень серьезные операции, делать имплантации и так далее, и так далее. Окей. Продолжаем удерживать. Продолжаем удерживать якорь. Спрашиваем. Когда ты еще что-то подобное испытывал? Он говорит. 27 лет. Я долго не менял, не обслуживал свой автомобиль, не менял в нем расходные материалы, не загонял на автосервис, масло, там всякие колодки и так далее, и так далее. По итогу попал на очень дорогой ремонт. Пришлось даже продавать эту машину в таком раздолбанном состоянии. Хотя я мог это делать, но почему-то этого не делал. Сам себе не могу объяснить почему. Окей. Что еще было в твоей жизни подобного? В 10 классе я мог попросить родителей, чтобы они мне наняли репетитора по физике, потому что я хотел там поступать туда-то, туда-то. Но у меня не получалось, я об этом не говорил родителям, потерял время, по итогу не поступил в тот вуз, в который я хотел. Продолжаем удерживать якорь, и вот мы находим импринт. В детстве, когда мне было то ли 3, то ли 4 года, я игрался с ручками от лакированного шкафа. Был такой шкафчик, где можно было ручками стучать по самим шуфлядкам. Я баловался, 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 баловался. В какой-то момент мама сказала хватит. Я все равно продолжал баловаться, потом пришел папа, сказал хватит и поставил меня в угол, накричал на меня, сказал, что мебель очень дорогая, поставил меня в угол и сказал никуда из этого угла не выходить, пока я не приду. Я стоял в этом углу, ждал пока за мной придет папа, но мне захотелось пописать по маленькому. Я очень долго терпел, но папа же сказал, что мне нельзя никуда уходить. Я стоял ждал, потом по итогу описывался, стоял замерз, потом пришел папа, увидел лужу и еще больше навалял люлей. Вот такой вот импринт. И там пришлось найти маму, пришлось найти папу, пришлось найти самого клиента. Понимаешь, здесь в чем смысл? Здесь смысл в том, что человек дал слово, человек пообещал, что он не будет что-то менять, и он не знал, как принимать решение в такой ситуации. Трех-четырехлетний ребенок в таком возрасте еще не может принять решение, он привык слушаться родителей. И таким образом, эта проблема влияла на всю его дальнейшую жизнь, вплоть до 42 лет, подкидывая ему все возможные неприятные ситуации. То есть, когда человеку нужно было принять решение, он его просто не принимал и ждал до тех пор, пока не случится какой-то просто коллапс. Вот таким образом, мой дорогой друг, техника ремпринтинг помогает человеку очень сильно перепрописать его жизнь и очень хорошо изменить его поведение в будущем. На этом у меня на сегодня все. Большое тебе спасибо за просмотр. Жду твоих активных комментариев и вопросов под этим видео. Пока-пока.